Боронбай-Би и Шокан Валиханов. Судьба скрещения. В Бишкеке прошло мероприятие, посвященное сразу двум юбилейным датам. 235-летию видного кыргызского государственного деятеля Боронбая-Би и 180-летию известного казахского исследователя и ученого Шокана Валиханова. Как отмечают историки, две эти выдающиеся личности пересеклись волею судеб, сыграв в жизни своих государств очень важную роль. Боронбай-Менмуратов, живший в XIX веке, являлся ярким правителем из сыкульских кыргызов и высоко ценился казахским ученым Шоканом Валихановым, первым посетившим его владение. В результате их личного знакомства он получил ценнейшие сведения и часто упоминал имя Боронбая в своих записях. Для Валиханова он стал источником этнографических, культурных и исторических сведений. От Боронбая казахский ученый впервые узнал и использовал в своих произведениях такие сведения, как кыргызский шаманизм, традиции, о родовых структурах кыргызских племен и кыргызских легендах и преданиях. Юбилейные мероприятия, связанные с такими известными личностями, как Шокан Валиханов и Боронбай-Би, это возможность вспомнить и оценить важные исторические деяния, совершенные этими людьми. К счастью, у нас есть практически полная научная база, связанная с деятельностью этих людей. То есть мы можем практически в исходном виде восстановить хронологию прошлых столетий. Боронбай-Менмуратулу был верховным манапом рода Бугу и слыл дальновидным политикам своего времени. Его прославили умение находить разумные решения в сложных ситуациях, стремление жить в мире и согласии с другими народами. Шокан Валиханов впервые посетил Боронбай-Би летом 1856 года. Казахский ученый основательно изучил систему родоплеменных делений кыргызов. Впоследствии Валиханов стал первооткрывателем фольклористики, а фрагмент эпоса «Манас Кокетейдун Аши» был впервые опубликован на русском языке в 1901 году в его посмертном труде «Джунгарские очерки». Как вы знаете, Шокан Валиханов – это знаток произведения «Манаса». Вот это событие, связанное с Боронбай-Би и Бием, и Шоканом Валихановым, оживляет те наши связи, скажем, не только в 19 веке, а еще дальше. Как говорят историки, важность вклада Боронбай-Би и Шокана Валиханова в том, что один сумел внести весомый вклад в развитие кыргызской государственности, а второй – донести до потомков богатства культуры кочевых народов. Чтобы отдать дань памяти и уважение исследованиям Шокана Валиханова, в следующем году на Иссыкуле в городе Челпунате будет открыт памятник известному казахскому ученому. Бакычер Маша, Виктор Куленко, 24КЗ, Бишкек, Кыргызстан.